Столько белой одежды бывает только в двух случаях, на свадьбу и на крещение. Вот сегодня как раз у нас второй случай. Сейчас скоро собираемся и едем в церковь. Два, три, раз, два, три. Два, три, раз, два, три. Да, и у нас сегодня будет очень важное дело еще. И сегодня мы будем делать очень важное дело. Вы, наверное, уже видели людей в белых одеждах. Не, они не восхитились. Тогда, может, потом это не в белом, уже отошли. Еще рано. Пастор Славик, день добрый. У нас будет водное крещение, друзья. И обычно мы делаем это на речке. Но опять же с этим вирусом. Как-то не разрешают. Это мы решили сделать все здесь. И надеемся, это будет так же запоминающее. Как и было бы там, где-то на природе, на озере. Смотрим, что шесть человек. Четверо молодых и одна семейная пара. Они готовились. Они прошли восемь уроков. Были беседы личные с каждым из них. Они искренне хотят служить Господу. И Библия учит нас. Когда мы читаем Деяния 2.38. Библия говорит, покайтесь. Это первый шаг. И второй шаг. И докрестится каждый из вас. То есть, есть первый шаг, есть второй шаг. И, наверное, не будет правильное... Ну что ж, друзья, вечер. Столько цветов мне дарили только на свадьбу, наверное. Два ведра цветов. Но здесь мои и пашины тоже цветы. Здесь и розы, и абсолютно красивые-красивые цветы. Так что в Америке тоже это принято делать. Но в связи русских, по крайней мере, точно. Вот. Много людей подарили из церкви. И родственники, и друзья. И я, и все, кто мог, все, кто хотел. А у нас тут сборы. Потому что завтра мы с Пашей едем в рейс. Он будет работать. А мы будем с ним кататься и посмотрим, как у нас получится. У нас палатки есть. Это палатка на пикап. Это просто палатка. Ну, здесь у нас спальники, адеяло. Здесь уже здесь собрались вещи, одежды. Я сказала, возьмите просто под сутболок, под шорт. Это жарко. Сами, пожалуйста, возьмите. Пошли носки. Здесь собираются. Хомяшка в дуэкс, который возьмем с собой. Здесь тоже завтра еще соберу. И в холодильнике кое-что соберу. А так, может, что-то будем покупать. Не знаю. Цветы планирую поставить куда-нибудь сюда. Это окно остается открытым, чтобы воздух какой-то был. Так даже обидно. Потому что только подарили цветы, и мы уезжаем. Я даже не знаю, сколько цветов из этих вот всех красоты доживет до нашего возвращения. Надеюсь, что увижу еще что-нибудь, когда приеду. Я фоткую сейчас. Буду разбирать себе букеты. Разберу. Еще сфоткую на память. Оставлю себе. Красиво. Очень, конечно. Все большое спасибо, кто нас поздравлял. Цветов реально много. Это все, что у меня осталось изобрать. Но я уже не знаю, куда это ставить. Потому что вот здесь у меня розочки собрались. Белые, красные. И какие-то зеленые такие растения, которые вставляются для красоты букета. Здесь собрались лилии. Какие-то еще цветы. В общем, тут еще вообще не распустившиеся. Эти вот очень красивые ирисы. Или как они называются? Не знаю. Мама Пашина любит синенькие такие ирисы. В общем, красивые такие. Цветы разные, которые я вообще не знаю, как их определять. Тоже туда вставила всякие веточки. В общем, здесь эту шторку оставлю открытую. И будут здесь цветы стоять. А там в комнате у меня еще два красивых букета. Один с маленькими-маленькими гвоздичками. Красивые такие. Я надеюсь, что они простоят долго. Потому что это обычно стоят долго цветы. И из этих хризантемки тоже... Хризантемки, надеюсь, это не путаю уже ничего. Тоже только хризантемки, только гвоздички. Поэтому посмотрим, какой из этих букетов выдержат. Здесь вот останется открытая тоже так вот жалюзи. Но вот эти цветы здесь растут. Так что я надеюсь, что им будет нормально, комфортно. Не буду место менять. Пусть они остаются здесь. И пусть стоят здесь растут. Вот этот цветок, наверное, только переставлю. Потому что он здесь, скорее всего, засохнет солнце. И вот она немножко кат в тенечек. А еще нам подарили две такие кружки. Любим Бога. Честью. Это церковь Эммануил. И вот первые знака. Вот этот логотипчик. Две такие кружечки. Вот.